Здравствуйте! Вы на канале Бегетон ТВ. Это канал о людях и бизнесе. Темы предстоящих интервью – коммерческие проекты в области изучения общественного мнения. Герои этого выпуска – Александр Анатольевич Аслон, руководитель фонда «Общественное мнение», одной из ведущих российских организаций в сфере проведения социологических исследований. Александр Анатольевич, рада вас приветствовать вновь в наших виртуальных встречах. Сегодня поговорим про день текущий, про нашу историю с пандемией, про нашу повседневность пандемическую, пандемическую реальность, как в том числе это изучают социологи и как они с профессиональной точки зрения оценивают изменения нашей и повседневности, и бизнес-процесс. Мы-то занимаемся не коронавирусом с маленькой буквы «В», а коронавирусом с большой буквы «В». Коронавирус – это социальная сущность «В», это последствия тех действий, которые предприняло общество, социум в борьбе с коронавирусом с «В» маленькой. Удаленная работа – это локдаун, запреты на выход из дома, это медианическая настороженность, коммуникация, движение людей, мобильность людей. Малый бизнес пострадал после заболевших на втором месте малый бизнес, потому что малый бизнес в прошлом году лишили вообще возможностей жить. Это одно из следствий. Таких следствий очень много. Следствие затрагивает всех людей, и, собственно говоря, это и стало поводом для возникновения проекта фомовского под названием «Коронафом». Он начался одновременно с переходом фома на удаленную. Это была середина марта прошлого года. И первое, что мы сделали, это запустили процесс ежедневного опроса. 300 человек каждый день опрашиваются по выборке репрезентирующего населения для накопления данных, характеризующих происходящее. Весь комплекс последствий здесь. И сам проект описан в этой книге. И все это тоже на сайте. COVID19.fom.ru Само направление малого бизнеса, оно сейчас выделено в отдельный проект «Социология малого бизнеса». Главное – возможность проводить регулярные, фактически репрезентативные опросы людей, которые дали о себе и о своем бизнесе информацию и согласились участвовать в этой панели. Главная фишка этого проекта, кроме панели, есть еще участие наших партнеров в регионах в консорции, в которых будет создаваться карта малого бизнеса из информации, которую будут собирать наши партнеры. В этом проекте предполагается коллаборация со многими исследователями, с тем, чтобы они пользовались нашей панелью малого бизнеса, так же, как физики со всего мира пользуются большим андронным коллайдом. Нам это важно, нужно, потому что это совместно, а вот наш коллайдер, но мы не можем охватить все темы, а наши участники этой коллаборации, конечно же, расширят охват. И вот Александр Юрьевич Чапуренко как раз на нашем малом андронном коллайдере запускает свой проект, называется «Лонгитюд». Александр Юрьевич Чапуренко – это, кстати, известный исследователь предпринимательства в России, с ним у нас будет несколько интервью тоже на канале. Конечно, уже есть 700 человек, согласившихся на 10 лет каждый квартал рассказывать о том, что произошло, что происходит с малым бизнесом через биографии участников «Лонгитюда», выделяя не каждую отдельность, а в целом и отдельные какие-то типы биографий, рассказывая, как во времени происходит существование малого бизнеса в иностранном. Это начало такой большой работы для тех, кому интересен окажется, ну, не знаю, фом в тех или иных вариантах. Есть некоторые выводы, которые выложены у вас уже на сайте в связи с исследованием малого предпринимательства. Вы упоминаете о некоторых стратегиях развития бизнеса в период пандемии, локдауна, которые оказались эффективными. Вот вы не могли бы на некоторых из них остановиться? Ну, на самом деле, это уже, так сказать, в таком самом кратком виде стало общим местом. То есть есть стратегия остановки владельцев небольших предприятий, которые не слишком сильно увязли, что ли, в этом бизнесе, получили возможность поднять голову и спросить себя, а мне это надо? То есть вопрос о смысле. Много людей, довольно много, я сейчас не могу сказать, насколько много, из малого бизнеса ушли на просто наемные работники, на госслужбу. То есть они перешли, их статус предпринимателя закончился. Есть довольно большая группа людей, которые находятся в состоянии ожидания. Оградить себя, закопаться и дождаться лучших времен. Это еще одна стратегия. Есть стратегия адаптироваться, продолжать свое дело, адаптироваться. Первые сломавшиеся, они относятся к категории хрупких. Те, которые не сдаются, относятся к категории крепких. Но есть еще одна категория. Это люди, которые сумели найти пути для развития роста. Им это удается, несмотря, а может быть, даже благодаря тому, что происходит вокруг. Это антихрупкие. Если следовать терминам Насима Талеба в книге антихрупкости. Это люди, которые крепчают от проблем, от трудностей. Особая категория. Вот разговоры с ними особенно интересны. И, конечно, там очень разные индивидуальные траектории развития. Но сами установки для них достаточно общие. Есть те, кому удается быть антихрупкими благодаря обстоятельствам. Есть те, которые нашли силы и возможности расти и развиваться в этих условиях благодаря своим собственным усилиям, своему креативности своей и своей силой воли. И мы пытаемся сформулировать выводы даже не только в качестве описания того, что происходит. Мы ищем способы вытащить то, что можно посоветовать тем, кто еще не осознал, что он тоже может быть антихрупким. Я приглашаю всех тех, кто владеет бизнесом, у кого есть пару минут уделить время внимания профессиональным социологам, рассказать о своей жизни. И, возможно, это действительно каким-то образом поменяет к лучшему ситуацию в стране. Даже больше скажу, что Фонд общественное мнение – достаточно открытая организация, которая готова к контактам с теми людьми, которые близки к рациональному, к разумному, к светлому пониманию социальной реальности и приглашает к партнерству и сотрудничеству. Особенно в эти нелегкие времена, когда нужно стоять с мячом к ключу и держать оборону. И быть антихрупкими. И быть антихрупкими. Но задам справедливый вопрос обывателя. Я делюсь информацией, и что дальше будет? Ну, то есть для чего? Что изменится? В вашей практике был такой пример этой прямой связи между ответами респондентов, их проблематикой какой-то, и реальными решениями руководящих постов каких-то? Начиная с 96-го года. До сих пор мы проводим огромное количество опросов для верхнего уровня власти. Там, где принимаются решения. И было много ситуаций, когда, исходя из результатов наших исследований, решения либо принимались, либо не принимались. То есть они подталкивали к решениям, которые вытекали из опросов. Но были случаи, когда принимались решения противоположные. То есть опросы показывали одно, а решения принимались другие. Например, монетизация льгот. Помните эту историю? Конечно. Было заранее ясно, что половина льготников откажется от денег. А половина из этой половины откажется, не примет никогда. То есть половина, четверть льготников согласится через год. Так и получилось. Но четверть из них никогда не откажется от льгот, не примет деньги, поскольку льготы имеют символический смысл. Человек, входящий в автобус и говорящий, что у меня бесплатный проезд, не потому что денег ему жалко, у него денег нет, а потому что это доказывает, что он состоялся в этой жизни. То же самое было с пенсионной реформой, кстати. Все опросы показывали, что это абсолютно неправильное решение. И так оно и оказалось. Но были случаи, когда решения принимались с подачи полстеров, принимались решения разумные. Еще один был такой лонгитюд, когда мы в течение года приходили к одним и тем же респондентам разговаривать на какие-то важные темы. Типа, расскажите, что такое правительство, чем оно занимается, что такое медиа, чем они занимаются, что такое, например, госбюджет. Давайте поговорим просто. Вы расскажите, как вы понимаете это. Вот. Так вот, наши респонденты встречали интервьюеров, ждали их, готовились, просматривали газеты, читали, смотрели телевизор. Вот. И встречали несколько раз наших интервьюеров словами «Спасибо большое». Мы все узнали теперь. Путин, и мы, значит, и он сказал ровно то, что мы говорили. Вот. Так что это точно за социальная реальность. Это такого не было, конечно, чтобы Путин говорил по телевизору словами нашего респондента. Но респондент сказал, а Путин сказал примерно то же. И тогда обыденное сознание выстраивает причинно-следственную связь. Я же сказал это раньше. Стало быть, он об этом узнал, повторил. Ой, надеюсь, что повторение слов нашей власти будет вести только к нашему благосостоянию, увеличению и повышению нашего качества жизни. Я думаю, волнами. То будет, то не будет. Как обычно. Надеюсь на светлое будущее. По всему плохому надо всегда пытаться искать, что тут хорошее и какие-то уроки извлекать, чем, собственно, многие люди заняты. Весь проект Коронафон, это, конечно, главный смысл, это понять и извлечь уроки. Понять и поумнеть. Вот что. Поэтому, конечно же, если окажется в результате нашего разговора у нас новые контакты с людьми из малого бизнеса, замечательно. То, что я рассказала в этой панели, это большая активная работа. О ней надо много-много и хорошо рассказывать. А это отдельное умение. Во-вторых, уметь коммуницировать. Почему? Это как раз наше незнакомство. Я это оставлю в титрах. Хорошо. Александр Анатольевич Аслон сегодня был в нашем эфире. Ксения Лазебная ввела его как могла. Надеюсь, всем понравилось. Всех обнимаю. Спасибо вам еще раз большое. И спасибо вам. Прекрасно сотрудничать. И всем сдачи, успехов. И хорошего будущего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин